Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, расскажу о последних событиях в муниципалитете. Вначале коротко. Сотрудники ГОС, Адамтехнадзора и полиции проверяют соблюдение пропускного режима. Нарушителей наказывают рублем. Противите, пожалуйста, пропуск. Прокусная система. У вас самозарядция нарушена. Инициативные жители помогают коммунальщикам проводить дезинфекцию подъездов. Это наша личная с мужем инициатива. У вас есть домашние питомцы? Досуговый центр «Юность» предлагает поучаствовать в конкурсе. Мы хотели показать нашу собаку. Она будрая, активная, с ней очень весело. Сегодня в Ленинском городском округе начались рейды по контролю пропускного режима. В них принимают участие сотрудники ГОС, Адамтехнадзора, полиции и МОС, Облпошспаса. За работой двух экипажей наблюдала наша съемочная группа. В течение двух дней в Ленинском городском округе запланированы рейды по выявлению граждан, находящихся на улице без специальных пропусков. Соблюдение режима ограниченного передвижения будут проверять сотрудники ГОС, Адамтехнадзора, полиции и МОС, Облпошспаса. Наши мероприятия непосредственно направлены на проверку соблюдения гражданами и милициями режима ограниченного передвижения, ограниченного функционирования. Всех участников рейда разбили на семь групп. В каждой представители ГОС, Адамтехнадзора и полиции. Сегодня в плане провести проверки в Видном, а также в Булатниковском поселении и в поселке Володарского. Мы отправляемся с одним из экипажей к торговому центру «Курс». И первая же проверка выявляет нарушение. И вот оформляется первый протокол. Штраф для физического лица составляет 4000 рублей. Граждане, не оформившие пропуска, у которых отсутствуют документы, находятся на территории общего пользования, чем нарушают самоизоляцию. Значит, предусмотрен административный штраф за нарушение самоизоляции Кодексом об административном правонарушении Московской области. Статья 3.6. Станция Расторгуева – одно из самых многолюдных в утренние часы места в городе. Но сегодня, как видите, народу здесь практически нет. Но, несмотря на это, уже за час работы оформлено 4 протокола. Здесь нарушение фиксируют сотрудники 24-го территориального отдела. Это Домодедово. Работают быстро, тем не менее, на каждый протокол уходит порядка 15 минут. В это же время сотрудники полиции продолжают останавливать пешеходов. Конечно же, не все они нарушители. Есть и те, кто, выходя из дома, подготовился. Они, как правило, с пониманием относятся к проверке. Входим в ситуацию. Все у вас хорошо? Все хорошо, да. Работаем. И тут же человек без соответствующих документов. К тому же, даже не житель муниципалитета. Сибирь. Про пропуск вас спросили. Вы такое ощущение, что не знали о нем вообще. Слава Викторовичу, подавите, пожалуйста. Я не знаю, где вы делаете и как вы делаете. В совместном сотруднике правоохранительных органов задержаны 5 человек, нарушавших режим самоизоляции. В отношении них составлены административные протоколы. Лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Подобные рейды по соблюдению режима передвижения будут проходить по всей Московской области. Выходя из дома, следует заранее оформить пропуск на сайте Госуслуг. С 15 апреля в ежедневном режиме сотрудники госавтоинспекции проверяют водителей на наличие пропусков. В Ленинском городском округе одновременно работает несколько экипажей на въездах в населенные пункты. В частности, в город Видное, на пересечении проспекта Ленинского комсомола и Донбасской, и улиц Школьной и Старонагорной. Напомним, что разрешение на передвижение требуется для работающих граждан, а также тех, кто посещает медучреждение, тех, кто намерен совершить разовую поездку в других целях. На въездах в Москву, а также на территории столицы, как и в Ленинском городском округе, инспекторы ГИБДД проверяют цифровые пропуска на поездки у водителей и пассажиров автотранспорта. Из-за этого на некоторых дорогах могут возникнуть затруднения в движении. Госавтоинспекция призывает граждан заранее планировать время и маршрут своей поездки. Не забывайте заблаговременно оформлять цифровые пропуска. Зарегистрировать выход из дома можно на федеральном портале Госуслуг. Физические лица могут получить разовый электронный пропуск. Для этого необходимо заполнить анкету, указав соответствующие данные. Видновчанин Дмитрий Сидоров решил позаботиться о безопасности жильцов своего дома и вышел на дезинфекцию подъезда, не дожидаясь специальных служб. Нашей съемочной группе он рассказал, что обработка занимает от 30 до 50 минут и стоит всего около 40 рублей. Для уменьшения риска заражения новой коронавирусной инфекцией гражданам рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Однако для выгула собак или выноса мусора жители многоквартирных домов проходят через подъезды. Чтобы сделать этот путь более безопасным, видновчанин Дмитрий Сидоров вышел на дезинфекцию вместе со своей женой Ольгой. Это наша личная с мужем инициатива, так как у нас появилась возможность такого прелестного аппарата, и почему бы и нет. Я призываю всех жителей города Видного это делать. Аппарат, с помощью которого Дмитрий опрыскивает подъезд, появился у него неделю назад. Проводить дезинфекцию видновчанин старается раз в два или три дня. В принципе, обработка стоит, если взять по деньгам, то получается в районе 40 рублей. Но это все личные средства. Ну плюс время, тоже где-то минут от 30 до 50. Это полная обработка со всеми лифтовыми холлами, со всеми лестницами. При обработке подъезда видновчанин учитывает рекомендации Роспотребнадзора. Опрыскиватель он наполняет белизной. Это средство хорошо дезинфицирует и имеет запах хлора, который замечают соседи. О том, что обработкой подъезда занимается именно Дмитрий, знают немногие из них. Соседи поддерживают. Те, которые знают, что я это делаю. Я же все делаю это молча. В настоящее время ручки дверей, домофоны и кнопки в лифтах остаются наиболее вероятными источниками инфекции. Сделать свой подъезд безопаснее сейчас может каждый житель, уделяющий внимание не только собственной гигиене, но и санитарной защите своего дома. Александра Столярова, Константин Брылов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сотрудники правоохранительных органов Ленинского района при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» провели обыск в одном из домов деревни Жапкино, в ходе которого были обнаружены и изъяты 56 растений в горшках землей. 21 растение, что является особо крупным размером, согласно справке об исследовании, относится к наркотикосодержащим растениям. Занимались выращиванием конопли двое уроженцев Москвы 1986 и 1988 годов рождения. Следователям Следственного управления МВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, ст. 231 УК РФ. Аграрием из Жапкино, Видновским городским судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как уже было объявлено ранее, по итогам голосования на портале Добродел в этом году будет произведено благоустройство территории парка Сосинки на Жуковском проезде. К настоящему моменту уже готов проект, по которому будут проводиться работы. Состоялась рабочая встреча между представителями администрации и МБУ Дорсервис. От лица активных жителей выступила Елена Борежа. По ее мнению, один из элементов будущей реконструкции – скейт-парк – не вписывается в общую концепцию. Я не против скейт-парков. На самом деле они нужны, они важны, но не в Сосинках. Там прилегают три дома, спальных дома, прям впритык. Еще особенность Сосинок в том, что они узкие. Они узкие очень идут. И от домов, я не знаю, с какого там расстояния, там все звуки слышны. Скейт-парк будет выполнен с шумопоглощающим покрытием, так что жители соседних домов могут не переживать. Реконструкция парка предполагает наличие зон для разных социальных групп населения. Зона отдыха для пожилых людей, детские площадки, место для проведения массовых мероприятий и спортивные площадки для молодежи. В самом парке планируется провести озеленение, установить малые архитектурные формы и сделать освещение. Жители сейчас дадут свои замечания и пожелания к той концепции, пожелания, наверное, главное слово, к той концепции, которая будет реализовываться, с целью дополнить ее или внести небольшие точечные корректировки по размерам площадок или тех или иных дорожек. Кроме того, жители смогут принимать участие в еженедельных штабах на строительной площадке, где все пожелания и замечания будут услышаны. Режим самоизоляции не повод скучать, особенно если у вас есть четвероногий друг. Именно так считают в Центре развития молодежи и юность в поселении Горки-Ленске. В группе ВКонтакте сотрудники Центра запустили конкурс видеороликов. С его участниками познакомился наш корреспондент Максим Козлов. В досуговом Центре юность, впрочем, как и на улицах поселения Горки-Ленинске, сейчас непривычная тишина. Но это вовсе не значит, что творческая жизнь тех, кто здесь занимается, отложена до лучших времен. Занятия продолжаются, но теперь они перенесены в интернет. В социальных сетях Центра проходят видеоконференции, передачи, занятия с учениками. В первые дни нам было, конечно же, нелегко освоить это. Были трудности с выкладкой материала видео, с форматом этого видео. Но для этого мы создали свою творческую группу. Каждый день они встречаются также дистанционно в сети, через WhatsApp. И обсуждаем, что мы выкладываем, как мы выкладываем. Еще один проект, который был запущен сотрудниками Центра «Юность», конкурс с говорящим названием «Уши, лапы, хвост». Он предназначен для тех, у кого есть четвероногий друг. Все, что нужно, взять телефон, снять домашнего питомца и прислать видео либо по электронной почте, либо в социальную сеть ВКонтакте. Соленый огурец. Организаторы отмечают, что участники проявили недюжинную фантазию. Здесь и демонстрация возможностей, и умений домашних питомцев, и просто милые зарисовки ни о чем, и философские эссе, и даже музыкальные клипы. Одну из видеокомпозиций прислала на конкурс Наталья Чапурная. Сама она работает на предприятии непрерывного производства, а вот ее детям, как и многим в эти дни, приходится соблюдать режим самоизоляции. Автор ролика – старший сын Евгений. Он учится в колледже на видеооператора и фотохудожника, так что за это произведение вполне может не только приз на конкурсе, но и пятерку в зачетку получить. Мои дети сейчас находятся дома, они продолжают учиться. Несмотря на то, что интенсивно учатся, они сидят дома, очень мало общаются, и, конечно, им скучно. Поэтому они решили принять участие в конкурсе и сняли ролик о нашей собаке. Ролик снимали во дворе нашего дома. Мы живем в частном доме, поэтому у собаки было где побегать. Мы хотели показать нашу собаку. Она будрая, активная, с ней очень весело. Она хороший товарищ по играм. Кстати говоря, видео Натальи стало единственным, где была снята собака. Героями всех остальных видеороликов, а их в конкурсе более десяти, стали котики. Они прыгают, играют, едят и отдыхают. С кем вы хотите быть? Я хочу быть кошкой. Никаких требований нет. Оно должно нести позитивный характер, и на нем обязательно должны быть ваши любимцы. Голосовать будут только наши участники, участники нашей группы и наши дорогие зрители. Мы к этому не имеем никакого отношения. Единственное, мы обязательно вручим подарки тем, кто выиграет в этом конкурсе на ближайшем нашем мероприятии. Совсем скоро в социальных сетях Центра Юность стартуют новые конкурсы, так что подписывайтесь и принимайте участие. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И на этом у нас все новости. Всего вам самого доброго и до встречи.